Мужик идет домой, навстречу идет сосед и спрашивает. Слушай, ты что бы сделал, если бы застал жену с любовником? Мужик подумал и говорит. Не знаю. Сосед продолжает. А ты пока идешь, подумай, чтобы тебя это врасплох не застало. Учительница на уроке зоологии спрашивает. Дети, у кого самые большие яйца? Вовочка отвечает. У слона. Учительница строго. Фу, как не стыдно. Нет. Неверно. У страуса. Вовочка. А, знаю. Это у того композитора, который медленные вальсы писал. Жена возвращается с ночной смены и говорит. Дорогой, а что это стол такой чистый? Ты даже не кушал что ли? И тут попугай кричит. Света, не вытирай так хорошо. Не вытирай, а то моя не поверит. Конец мая. Училка на последнем в этом учебном году классном часе спрашивает у учеников. Дети, что для вас труднее всего было в третьем классе? В ответ слышит. Объяснять продавщица, для кого покупается водка. Два джентльмена в клубе беседуют о своих дочерях. Первый спрашивает. Как вы думаете, стоит мне отправлять свою старшую в колледж? Второй подумал и отвечает. Судите сами. Обучение Пенелопы обошлось мне в тысячу долларов за год, и она целых шесть лет искала себе мужа. А Алиса после школы поехала отдыхать на побережье, что обошлось мне всего в 300 долларов, и выскочила замуж за три недели. Так что советую отдать предпочтение побережью. Отец с сыном сидят перед телевизором, и тут сын говорит. Папа, у нас в садике есть девочка, она мне нравится. Когда был тихий час, я хотел ее поцеловать. Но она лежала далеко, поэтому я в нее плюнул. Отец гордо. О, это мой сын. Двое приятелей беседуют. Один жалуется. Я, когда второе высшее образование получал, заметил, что у меня с математикой проблемы начались. Второй уточняет. Переутомился, наверное? Первый объясняет. Да нет, но за диплом. Чую, переплатил. На пресс-конференции журналисты спрашивают. Товарищ генерал, вы говорили, что будете взрывать ядерное устройство мощностью 5 килотонн. Но по нашим подсчетам мощность в несколько раз выше. Генерал задумался и отвечает. Да мы сами думали, что 5 килотонн, а оно как бабахнет. Учительница собрала весь класс и спрашивает. Дети, кто разбил окно? Молчание, учительница недовольна. Дети, кто разбил окно? Молчание, учительница переходя на крик. Я в последний раз спрашиваю, кто разбил окно. И тут слышит из толпы. Да ладно, Марья Ивановна, чего там? Спрашивайте уж и в четвертый раз.